Ширьер это не есть тот, на кого можно агрессию выдавать. Вязана быть пленка. Обязана не должна. Бац, ее нет, и возникает когнитивный диссонанс. При открытии пакета углы пакета будут меняться. Неспокойно переклеиваются. При клиенте, резко не давая коробку в руки, вскрывать я уже погнул картон. Еще я продаю боу-карты под видом новых. Я мошенник. Какое безобразие. Это послепродажное тестирование карты. Три продукта, три отказа. Посмотрим, что у нас с упаковкой. Она механически деформирована. Доброго вам здравия, доброго вам краба. Сегодня защитное короткое видео от или для покупателя из Нижнего Новгорода. Заказана и оплачена видеокарта Tag Gaming 1650. Клиент убежден, что на этих картах, вот здесь, на этом пластике и с обратной стороны на бэкплейте, должны быть наклеены пленочки. Он даже мне отправил фотографии. Раньше эти видеокарты покупались им же. И там были пленочки. Он недавно заказывал эти видеокарты в большом интернет-магазине в Москве. И в итоге, ход за ходом, он их обвинил в мошенничестве. Они продают бэушные карты. Вот именно так он будет с ними ссориться. Или что делать, это уже вопрос. На картах, которые покупал ранее наш борец за правду покупателей из Нижнего Новгорода, действительно были пленочки. Только производитель имеет право оставлять за собой условия упаковки. И много чего он может изменять. У него был потребительский опыт. Да, он реально покупал эту видеокарту с наклейками. Вот потребительский опыт заставляет его быть уверенным. Например, когда покупаете смартфон, запечатанный в пленку, потребительский опыт покупки этого смартфона перекладывается на покупку техники. И клиент уверен в силу своего же опыта, что обязана быть пленка. Обязана не должна. Бац, ее нет. Возникает когнитивный диссонанс. У видеокарт Asus Tech в зависимости от ценовой категории и модельного ряда продукта разная упаковка и разная степень защиты. Упаковки от вскрытия. Это старший премиум продукт. Здесь сколь защиты от вскрытия. Тесемки. Внутри коробка. Еще защита от вскрытия. Здесь все по максимуму. Дальше, к примеру, продукты вот такие. Здесь видеокарта. Внутри обклеена специальным полиэтиленом заводским. Одноразовым. Здесь реально мечта людей, которые хотят купить продукты, убить убежденными. Здесь защита от вскрытия стикера. А внутри здесь сержет сюрприз. Ее вскрыть незаметно нельзя. Упакуем видеокарточку и посмотрим, что там нету пленок. А их там действительно, вернее всего, не должно быть. Было и прошло. Это все очень просто. Так, от слов к делу. Вскрываем эту упаковку. Слово говоря, вот на этом моменте легко играть в розницу. Хотя и на видео можно было просто задавать в розницу вскрытую коробку. Если продавцу было лень вот этот стикер отклеивать, и новый клеить, они спокойно переклеиваются, можно было сыграть. Смотрите, вот я вам даю запечатанную. И при клиенте резко, не давая коробку в руки, вскрывать спец на стикер. Эта игра очень популярная. Аккуратнее, в розницу он применяется. Так, что у нас? Видеокарта. Видеокарта в эстетическом пакете. В принципе, мы уже видим. То, что хотел наш заказчик из Нижнего Новгорода. Отсутствует. Пленочки на пластике отсутствуют. Всё, я продаю БУ-карты под видом новых. Я мошенник. Какое безобразие. А вот это стикер защиты от вскрытия. Asus Tech защиту именно такую предусмотрел. Здесь, при открытии этого пакета, будут следы. А могут и не быть. На карте идёт заглушка порта PCI. Порты идут с заглушками. К примеру, видеокарты Полит сейчас даже на заглушках экономят. Там нету заглушек ни порта, ни портов вывода-вывода. Там просто карта в пакете. Так, и с обратной стороны, что мы видим? С обратной стороны тоже отсутствуют наклейки. Есть заводская пломба производителя. Правда, они продаются в опте в 0 и в вешеном количестве. Так, как же тогда защитить себя и проверять карту при получении? Смотрите на пакет, на его целостность. При открытии пакета углы пакета будут меняться. Это мелочь, но важно. Здесь стикер защиты, смотрите. Здесь стикер, который, в принципе, может открыться без следов, а может следами. Это как повезёт. Про порцию не буду рассказывать. Проверяйте серийный номер. Например, здесь серийный номер у нас на карте. Сопоставляйте с тем, что на коробке. Это проверили. Так, ладно, по этой карте что получается? Получается, что вводных данных для нашего клиента из Нижнего Новгорода становится всё больше. Если он не верующий в Фома, тогда всё плохо. На старших видеокартах АСУ за защитой ещё прикольный скотч. Смотрите, что скотч не резанный. Он с двух сторон должен быть фирменный скотч. Это проверяете, чтобы не было поверху другого скотча. Дальше достаётся оттуда коробка. По коробке проверяете, что вот эти замки у нас заклеены. Здесь, видите, они открыты. Дальше достаётся видеокарта из коробки. И смотрите, что на антистатики тоже есть стикер защиты от скрытия. Так, это мы по АСУСу посмотрели премиум. АСУСу среднему тут вообще шикарно. Там полиэтилен красивый. Скрыть незаметно нельзя. Такая конструкция внутри карты серии Dual АСУС. Здесь она пропаяна. Вот так, накрывает карту. И хрен ты её достанешь, не распечатал. Ещё покупайте наших сонок. Откроем видеокарту Gigabyte Aorus 360. Вторая ревизия Svch. Эту карту сегодня забирает клиент из магазина. Я сейчас быстро коробку открыл. Новичок же без опыта будет вот эти картонки гнуть. Но это один из признаков смотреть. Например, вот здесь, если посмотреть, я уже погну картон. Вот он. Он уже гнутый. Так видно, я надеюсь, видно. Освещение у меня посредственное. Извиняйте. Колхоз это дело... Так, ладно. Картон здесь гнутый. Уже видно, что карта открывалась. Коробка открывалась с картой. Именно этот вот имеется в виду. Дальше внутри у нас вот она коробочка. Здесь видеокарточку. Вот она упакована. Её достаем. И на видеокарте Gigabyte Aorus 360. Хороший стикер защиты от вскрытия. Реально очень хороший. При его открытии буковки будут оставаться. Да, есть вариант, когда он отклеится идеально. Но чаще всего всё-таки будут видны следы вскрытия. Проверяете этот стикер. Смотрите его. Сверяете серийный номер видеокарты с коробкой. Всё. Смотрите. Пакет должен быть без загнутей. То есть я вот сейчас, когда буду доставать видеокарту после распаковки, если я идеально открою стикер, то я буду гнуть пакетом. Или кто-то другой будет гнуть. Злоумышенник, который отравляет карты в Нижний Новгород. Боушные под видом новых. Заела такая, что... Здесь посмотрели. Пакет смотрите. Всё. На этих картах нету полиэтилена. Нету защиты в виде наклейка. Их тут нету. Но есть страшная вещь. Есть убеждённость клиентская. Когда клиент уверен, что должно быть, и убеждённость рождает знания. При отсутствии знания, естественно, убеждённость знания – это страшная вещь. Переубедить сложно. Самое страшное – это на доставке поймать клиента, у которого есть сила воли, и который способен за свои права бороться. Это реально хорошо. И вот такие правдоборцы курьеров имеют по-чёрному. Да, курьера становятся жертвой агрессии данных правдоборцев. Уважаемые правдоборцы, пожалуйста, вот не будьте вот чуть дальше правдоборцами. Вот это магнитик из Греции прислал сегодня друг. Не будьте ими. Поймите, что курьер – это курьер. Курьер – это не есть тот, на кого можно агрессию выдавать. Пакетиков нету, полиэтиленов нету. Вот так будет выглядеть стикер защиты от вскрытия гигабайт. При вскрытии части вот здесь остаётся. Не всегда это будет происходить. Будет момент, когда будет идеально открываться. Это послепродажное тестирование карты. Это самый лучший способ проверить, что она работает. Вам о доставке с проверкой забудьте. А то ведь есть люди, кто хотят, чтобы курьер еще при доставке проверял. Стикер у нас вот он. Следы стикера здесь. Так, к слову говоря, про пленки, которые требуют Нижний Новгород на старших картах Аурус. Раньше тоже были пленки, сейчас их убрали. Всё зависит от модели поставки. Курс крипты сильно упал, и майндеры стали массово отказываться от своих заказов. Это три резерва, трёх разных людей. Клиенты отказались от резерва. Их обязательства перед продавцом – это пшик. Их нету. А вот обязательства продавца перед клиентом – это всё. И потребители. Ух ты, как ворчит, если что-то не так. Ладно. Три продукта, три отказа. Посмотрим, что у нас с упаковкой. Карта XFX, 6600XT. Здесь у нас ляпа идёт. И с этой стороны. То есть, когда будете посмотреть карту, обязательно смотрите, что они заклеены. А потом вскрывать, не вскрывать, вы сами решаете. Вот в случае с этой коробкой, где я тут видел, сейчас это я видел. О! Вот эта хрень – это очень опасно. Коробка у нас целая. Всё новая. Карты реально новые. Запечатаны. Но она механически деформирована. То есть, кто-то по этой коробке чем-то заебашил. То ли упала, то ли ещё что. Склад – это вещь. Такая же есть ярусы. На ярусах бывает падение. Всё, что угодно может быть. То есть, у нас виду хорошей, целой, красивой коробкой. Только один угол, гнутый. И вот если вы не заметили, взяли и расписались, а внутри карта битая, то это всё ваше. Я бы на вашем месте, если есть возможность взять другую коробку, если это не последняя карта, сделала бы замену. Обязательно попросите другую коробку. С этой коробкой всё понятно. Смотрим дальше. Материнская плата «Осрок». Слово говоря, здесь мы видим, отсутствует пленочка, какая-либо внешняя упаковка на материнской плате. На всех материнских платах, на всех. «Асус», «Гигабайт», «МСАЙ», «Осрок», на всех мат-платах отсутствует внешняя упаковочная плёнка. Но нет её там. Никакой плёнки нет. Вот полиэтилен, плёнка, во что закручивают. Не мечтайте, фантазии не изобретайте. Есть фотокаталоги федеральных сетей. Их, смотрите, живые фотографии, они маркетинговые. Кстати, очень-очень сильно клиентов включат на доставки, когда им доставляют дорогие материнские платы. «Асус» серии «Кросхайр», «Максимус», «Формула». Там не то, что нет плёночки внешнего, и нет на всех платах «Асус». Там ещё, когда открывается коробка материнской платы, там нет антистатики. Там вот пластик. Всё, клиент видит пластик, у него диссонанс. «Капец, а где всё мощное, где всякие запечатанные пакеты, где плёнки нету, и всё. Нет, суда нету». И у него начинаются по-разному. Разный клиент, по-разному. Если клиент интеллигент, и покупать платы всё-таки дорогие, то с ним легко договориться. Он очень быстро приходит в себя, просит извинения за какие-либо дурные мысли. А есть клиенты, которые идут в отказ. Так, теперь посмотрим, что у нас в коробке «Ассрока». Плёнка отсутствует. Защиты и открытия отсутствуют. Внутри у нас причиндалы. Описание, задница. Материнская плата в антистатики. На «Ассроке» на данной модели стикера защиты, но открытия на антистатики нет. Есть плата, где будет на них наклеен стикер. Есть, где нет. Так, доставать плату не буду. При доставании пакет начинает углы менять. Видно, что плату доставали. Мы из новой платы БУ уже не будем делать. У нас новая. Осталась видеокарта MCI 1660T Armor. Стикеров защиты от вскрытия на внешней упаковке нет. Можно вскрыть незаметно, аккуратно. Открыли, достали. Это у нас вверх, это у нас вниз. Это вроде логично. То же самое у коробки. Вот это вверх, а вот это вниз. И если вы когда доставите тушку с видеокарточкой, она у вас перевернута кверх ногами, то значит, ее ранее доставали и просто неправильно упаковали. На это внимание сделайте. Смотрим дальше. Видеокарта в антистатике. А на антистатике должна быть защита от вскрытия. Стикер защиты от вскрытия. Вот такие стикеры где-то с вероятностью 40% открываются без следа открытия. А 60% все-таки следы открытия будут. Короче, это как повезет. Проверить то, что карта была не вскрыта на 100%. В случае с MicroStar вероятность отсутствует. Но потому что если вдруг стикер все-таки был очень хорошим, прилежным и отклеился без следов, тогда не узнаете. Есть косвенные следы. Косвенные это замятие коробки. Это замятие пакета. Ну, к примеру, я вот сейчас доставал пакет. И видите, вот такие следы на новой карте не должны они были быть. То есть я вот когда нажимал вот сюда, появились следы на пакете. Их не должно быть много. Они могут быть в единичном исполнении. Пакет должен быть новеньким, блестящим, красивым. Если у него много заметят, тогда значит просто упаковывали в пакет повторно. А то, что стикер красивый целый, это не всегда говорит о том, что это истина. Так, все, пленки бой. Удачи, до свидания.